Всем привет дорогие друзья, с вами Алисан Шкудун и в этом выпуске я хочу поговорить немножечко о бизнесе, немножечко о финансовых потребностях человека и о том, стоит ли заводить свое собственное дело, открывать бизнес, если эти финансовые потребности не удовлетворены в полной мере. Я думаю, будет увлекательно и интересно. Высказывайте свои комментарии на этот счет, а я начинаю. Итак, первое, о чем хочется сказать, собственно у каждого из нас есть финансовые потребности. Нам нужно кушать, нам нужно одеваться, нам нужно платить за квартиру, нам нужно путешествовать, если кто-то любит путешествия, как-то отдыхать и всячески проводить свой досуг. То есть, жизнь это не постоянная работа, да, ее много в нашей жизни, но это очень маленькая, скажем так, доля того, что в жизни нужно делать. Не нужно постоянно работать, так жизнь пролетит и вы останетесь просто с сожалением о том, что вы в жизни не испытывали никаких удовольствий, помимо того, что просто зарабатывали деньги. Это очень плохо и это неправильно. Поэтому жить нужно в кайф. А чтобы жить в кайф, нужно, конечно же, опять возвращаемся, закрыть свои финансовые потребности. Для этого просто определитесь с суммой денег, сколько вам нужно в месяц, чтобы безбедно, комфортно существовать. Покупать себе любимые вещи, книги, музыку, если вы слушаете, ходить на концерты, отдыхать, ходить в спортзал, покупать себе те предметы, без которых вы просто не мыслите себя как личность в этом мире. То есть, чтобы у вас не болела голова, где взять деньги, купить себе кофе, купить себе круассанчик под это кофе, помочь родителям, поехать куда-то отдохнуть. То есть, каждый из вас должен перво-наперво определиться с базовым списком из того, что вам на каждый месяц необходимо. И уже учитывая вот этот базовый список, можно выйти на определенную сумму в месяц. Вот сколько вам нужно зарабатывать, чтобы комфортно себя чувствовать в этой жизни один месяц. Для некоторых это 1000 долларов, для двух это 2000 долларов. Некоторые живут и на 10, и на 20 уже с определенным привычным для себя укладом. Далее, вот как только вы определились с этим финансовым порогом, за которым просто вы не должны приступать, да, далее вы должны понимать, куда вы стремитесь в этой жизни, что вы хотите делать, чем вы хотите заниматься. Если у вас уже есть эта сумма, которая отведена вам в месяц, грубо говоря, там, вы живете там на 500 долларов в месяц комфортно, допустим, да, или на 1000 долларов в месяц комфортно. И если у вас основная ваша работа позволяет закрыть эту потребность, дальше уже нужно думать о развитии, о росте. То есть, как я могу улучшить свою жизнь, да, допустим, если я буду зарабатывать 2000 долларов в месяц, то есть уже это один из ключевых навыков, да, по финансовым потребностям. Опять-таки, с появлением машины появляются и траты на машины, да, бензин, шиномонтаж, ТО и так далее, тому подобное. То есть, будьте готовы к дополнительным тратам, естественно, если вы повышаете свой уровень жизни, свой уровень комфорта, вы привносите в свою жизнь еще дополнительные какие-то вещи, машину, да, или новую квартиру, которую вы возьмете в ипотеку и так далее, за которую еще дополнительно нужно будет платить. И это траты, которые ежегодные у вас будут. Что в этом ключе следует понимать дальше? Дальше, когда вы уже закрыли свои финансовые потребности, плюс вы там откладываете себе какие-то определенные деньги, ежемесячные суммы на дальнейшее ваше развитие, можно уже задумываться о бизнесе своем, каком-то небольшом. То есть, почему не сразу это нужно делать? Объясняю очень просто. Допустим, вы загорелись идеей открыть свой собственный бизнес. Ни один бизнес, ни один бизнес, запомните, со старта никогда не приносит денег. Ни один бизнес. Если только это не проституция, да, там какая-то сутенерство, открытие публичных домов, вот те, сразу набрал девчонок, теге-гей, с первого же дня пошла прибыль там. Но опять-таки, это даже публичный дом нужно раскручивать. Я не призываю заниматься подобными вещами. Это очень легкий, конечно, вид заработка, ну и уголовный вид заработка, скажем так. Вас примут и будете сидеть в местах не столь отдаленных, и все ваши мечты и планы накроются медным тазом. То же самое там с онлайн-казино. Если вас просто примут, то ребята, пока-пока называется. Поэтому все эти незаконные виды заработка, их просто в копку. Соблюдайте законодательство и будьте молодцами. Короче, далее, о чем я? Ни один бизнес не приносит денег сразу. То есть вы сначала вкладываете, развиваете, а только потом бизнес начинает вам приносить доход, который вы можете там ежемесячно себе изымать, да, на свои какие-то личные нужды. Поэтому, если вы видите, что у вас, допустим, необходимо каждый месяц для комфортной жизни 500, там, ну, 1000 долларов, 1000 долларов, это вы комфортно себя чувствуете. Если эту сумму отнять, то вы уже будете думать, блин, где взять денег. А так и получится, если вы надумаете вдруг открыть бизнес, из-за души у вас не будет ничего, кроме этой тысячи, которую там вам дядя платит в месяц. И вы тогда поймете, блин, а это фигня, потому что я не смогу платить за квартиру, я не смогу покупать себе вещи, я не смогу нормально питаться. И все. То есть вы окажетесь намного ниже того уровня, к которому привыкли. Поэтому, чтобы такого не происходило, прежде чем открывать бизнес, убедитесь, что у вас это 1000, допустим, или 500, или 2, или 3, в зависимости от того, где вы живете и сколько вы зарабатываете, была несгораема. Ну, старайтесь, по крайней мере. Допустим, если это бизнес, то, если вы работаете над дядей и получаете эти деньги, не стремитесь уходить с работы, потому что вы потеряете эти деньги. Параллельно развивайтесь в другом направлении, если вам это интересно. Открывайте свой бизнес, если вам это интересно. Но, покуда он не будет приносить такой же, по крайней мере, такой же доход, я повторюсь, нет смысла просто уходить в него целиком. Ну, просто нет смысла. Конечно, у всех вот эта финансовая потребность, она разная. Да, Стив Джобс вообще в гаражах жил, питался фастфудом, и ему было комфортно. То есть, у него такой был порог, у него бесплатный был гараж, и он сидел, мастерил во благо чего-то. Он не нуждался в каких-то финансовых плюшках, у него не болела голова, чем платить за кредит, как обеспечить семью и так далее и тому подобное. Он себе ковырялся в своих железках и потом создал Apple. Может, конечно, он делал это все во благо чего-то большего, чтобы потом к этому прийти. Может, он себя ущемлял в чем-то. То есть, вы поняли основную идею, да? Не старайтесь начинать бизнес, если у вас за душой ноль. Вы грузите просто в долги себя самого и будете горько об этом жалеть. Закройте этот бизнес очень-очень скоро. Не поступайте так. У вас должна быть финансовая подушка безопасности обязательно. То есть, если вы зарабатываете, допустим, ту же 500 тысяч долларов, при этом у вас на банковском счету лежит еще 5 или 6 тысяч долларов, вот с ними уже можно что-то начинать делать, куда-то их вкладывать, чтобы получать больше еще денег. Ну, они, если у вас уже лежат банки, они приносят вам деньги тоже. Но процент этот, естественно, будет ниже, чем если вы вложитесь в какой-то бизнес, станете учредителем этого бизнеса или запустите какой-нибудь стартап и будете его развивать. Опять-таки, не бросаясь в крайности и не уходя с основного места работы. Работайте по выходным, работайте после работы. Это тоже очень важный момент. Можно, конечно, встретить различные отзывы других бизнесменов, предпринимателей. Вернее, не отзывы, а мнение, что если это дело, если этот бизнес нужно посвящать самого себя полностью, целиком, на все 100% этому бизнесу, и только тогда это выстрелит, иначе это просто не выстрелит. Ребята, камон, о чем вы говорите? Понимаете, есть принцип парето. Слышали о таком? Когда 20% усилий приносит 80% результата. Вот к этому нужно стремиться. Чтобы не сидеть целыми днями, думать, 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 и у вас ничего не получается. А вы отдаетесь на 100%. Нет, ребята, это все должно идти с душой, с легкостью, чтобы даже 20% ваших усилий приносили 80% вашего результата, вам результата. То есть я не согласен в корне с тем, что нужно посвящать своему делу, как можно больше времени загружиться, как можно на большее количество дней, месяцев, годов. Нужно уйти обязательно с основной работы и всецело думать, как же развивать свой бизнес. Нет, это должно быть очень легко и просто. Более того, я должен сказать, что даже основная ваша работа может давать вам колоссальное количество возможностей и преимуществ, как развить свой собственный бизнес, если он будет как-то запараллелен с вашей основной работой. И многие предприниматели так, собственно, и начинали. То есть они работали на дядю, они работали на основной работе и потом просто отмежевались от этой работы, делали что-то свое. Допустим, менеджер по продаже в том или ином магазине. Я уже приводил этот пример в своей статье, как создать множественные источники дохода, ссылочку оставлю в описании. Суть сводится к тому, что если вы, допустим, работаете в магазине электротехники, товаров, Фокстрот, Эльдорадо и так далее, у вас есть, как у менеджера, персональная скидка в размере 10-20% может быть, стоимости этой техники, может 5%. В итоге, что вам мешает сделать отдельный сайт, куда просто выкладывать объявления об этой технике, если люди заинтересуются в ней, делать им скидки и продавать дешевле, чем они смогут купить в магазине. Это будет ваше преимущество и ваша заслуга в том, что вы сможете реализовать товар. Более того, вы можете пойти к руководству, договориться, получать определенный процент за привлеченного клиента. Это будет тоже всячески поощряться вашим руководителям. Вы такой инициативный приведили к клиенту. Он заработал, естественно, тоже больше денег, то есть выполнил больше продаж у магазина, и ему там тоже светит какая-то премия по результатам года, например. Поймите, что бизнес – это взаимодействие. То есть нельзя вот так вот просто все бросить и уйти себе, что-то ковыряться. Весь мир, он меняется быстро. И сейчас решают люди все, да и раньше решали люди. Коммуникации, контакты, вот где-то оказаться в нужном месте в нужное время, и все, и через полгода смотришь, что уже на коне. Это очень круто, и это очень, как вам сказать, окрыляет. Обязательно нужно находиться рядом с богатыми людьми. Может что-то подсматривать у них, общаться с ними, получать больше информации, поружаться в интернет. Сейчас там можно подчеркнуть очень много идей для бизнеса. Но ни в коем случае не бросайтесь из крайности в крайность, что если все вот бизнес, я вот только на нем сосредоточен, и все, и больше ни на чем другом. Это неправильно. Посмотрите успешных людей. У них 2-3-4 бизнеса при минимальном участии. Они просто отдают бизнесы. Вот на, занимайтесь. Но мои проценты там, 50-60% прибыли – это мое. Потому что я там развивал этот бизнес, я стоял у истоков. И я его сделал, считайте, с нуля. А теперь просто вы там работаете на готовеньком. Да, там начинаете больше клиентов привлекать. А я отошел от дел. У меня еще 3 параллельных бизнеса, 3 проекта, которые мне интересны. И я их развиваю и тоже получаю прибыль из разных источников дохода. И это, ребята, это неимоверно круто. Так что, ну, не сидите дома, занимайтесь бизнесом. И, безусловно, будет из года в год подниматься вот эта ваша финансовая потребность. Да, она будет расти. Когда вы будете получать прибыль, которая будет превосходить намного больше, чем ту тысячу долларов, которую вы зарабатываете. Или, может, 500 долларов. Или 300 даже долларов. Начинать можно всегда, ребята, независимо от того, сколько вы получаете. Главное – стремление и желание что-то поменять вокруг себя. изменить мир вокруг себя, изменить свою собственную жизнь. Начать мыслить, как настоящий предприниматель и становиться богаче. Вот такой вот маленький ликбез у нас получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам интересны подобные темы, пишите в комментариях. С вами был Александр Шкудун. Увидимся. С вами был Игорь Негода.